Русская Православная Церковь отметила 110-летие со дня прославления преподобного Серафима Саровского. Масштабные торжества в честь юбилея прошли в Нижегородской епархии, где находится Дневеевский монастырь, хранящий ныне мощи преподобного. О том, как начиналось почитание батюшки Серафима и о том, как в настоящее время проходит празднество Вивеучесть, в сюжете Нижегородской телекомпании «Образ». 31 июля 1903 года. День, когда преподобный Серафим Саровский был прославлен в лике святых, и его мощи открыли для всеобщего поклонения. Из-за Сима-Саватьевской церкви в Успенский собор Саровской пустыни начался крестный ход. Во главе – процессия с мощами преподобного. Гроб его поставлен на зеленые бархатные носилки и покрыт вышитым шелком покровом. Святыню несут государь-император Николай II и великие князья с архиереями. Вокруг множество народа. У всех в руках свечи. Тишина в воздухе такая, что ни одна не гаснет. А это 1991 год. Снова крестный ход с мощами преподобного. На сей раз святыня после 70 лет забвения возвращается на Нижегородскую землю. 2003 год. Столетие со дня прославления преподобного Серафима Саровского. Впервые крестный ход с мощами батюшки Серафима идет из Дивеевского монастыря в город Саров. Тогда я прекрасно помню эту людскую реку. Вот с края до края, от горизонта до горизонта. Запах такой, понимаете, острый. Пыль, ладан и пот. Вот. И вот это мерное колыхание, разноголосое, значит, пение от и до. Палящее солнце невероятное. Вы знаете, такие синие, синие небо, белые облака. И колыхание хорубей просто не знаешь, где-то на земле или на небе. В 2013 году верующие решили не нарушать уже более чем вековую традицию. Снова для мощей батюшки Серафима соорудили носилки. Они были специально изготовлены по образцу тех, которые в 1903 году нес на своих плечах Николай II. Как и 10 лет назад, святыня совершила путешествие из Дивеевского монастыря в Саровскую пустынь, где жил и молился преподобный. Крестный ход с мощами преподобного Серафима продолжался 6 часов. Участники процессии – казаки, сестры Дивеевского монастыря, жители и гости Дивеева. Верующие проводили крестный ход до села Цыгановка. В закрытый город Саров мощи святого доставило духовенство. Там их уже встречали жители Сарова. У меня давление 180, я на плевать заплетку все равно пришла. Я хочу его видеть и прошу его всегда. Помоги мне, батюшка Серафима. Святыня находилась в Серафимовском храме Саровской пустыни. 31 июля мощи крестным ходом вернулись в Дивеевскую обитель. За время пребывания святыни в Сарове к ней успели приложиться сотни жителей города. Самое главное, что огромное количество людей пришли к тем ценностям, духовным ценностям, историческим ценностям, которые очень близки русскому человеку. Мне кажется, если каждый саровщанин хотя бы капельку, хотя бы чуточку любви к ближнему, к людям, которые тебя окружают, будет нести, будет воспитывать в себе это чувство, то мир будет меняться. И батюшка Серафима этому улучшит. Истинная цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого, говорил преподобный Серафим Саровский. Участники нынешних торжеств уверены, им удалось приблизиться к этой цели. Духа Святого